Я помню, в первый раз, когда я начал так делать, это не было чем-то особенным, не знаю, не казалось. Но несколько месяцев спустя мы были в студии в Эльсе, в сельской местности, и я игрался с рычагом, издавая просто какие-то животные звуки. И к нам подошли коровы, и они такие, вау, нам нравится это? Что это вообще такое? Нам нравится. И как бы всем своим видом благодарили нас, вроде того, за то, что происходит. Как бы говорили нам, да, выражали мнение природы. Я серьезно? В раннее время My Bloody Valentine использовали четырехдорожечную порто-студию Toscom, использовали все эти пленки, постоянно возились со всем этим дерьмом. И это было так немного похоже на The Birthday Party, странный пленочный звук с преобладанием барабанов. Потом мы стали все больше и больше уходить в гаражный рок. Очень много взяли у The Crabbs. Записи, что мы делали в 87-м, на самом деле не отражали того, что мы действительно чувствовали, того, кем мы были. Потом мы начали сильно меняться. Мы начали играть эти песни гораздо более агрессивно и гораздо меньше внимания, уделяя вокалу. Еще тогда я услышал Ramones, и они были просто безумно громкими и очень мощными. В какой-то момент я вообще не понимал, какого хрена они творят. Мне потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что происходит. Было много таких групп, как Pure, Suzy and the Benches, Here and Joke, Public Amage, особенно их одноименный трек. Эта эпоха была реально богата на гитарные эксперименты. И все это взятое вместе заставило нас писать песни, похожие на ранние 60-е, с таким басом, но немного помрачнее. Это был сильный поворотный момент. Я очень хорошо помню, как я записывал All I Need, пластинки, Isn't Anything. Работал над этой партией, которую делают так, идет как бы вниз. Я помню, я спросил тогда, мне кажется, вот так я никогда не делал раньше. И наш тогдашний инженер, он такой, неа. Ну и само собой, я это попробовал. На нас оказали большое влияние Sonic Youth, Dinozaur Junior. Мы были просто счастливы попробовать все эти фишки, которые нам нравились. Примерно во времена Isn't Anything, конечно, появилось уже много новых вещей. Набирал популярность хип-хоп. И также появлялись действительно хорошие молодые гитарные группы. Это был реально глоток свежего воздуха. Реально никаких компромиссов. Но времена Loveless для нас были теми временами, когда мы вышли за эти рамки, что ли. Это было время экстази и курения огромного количества травки. И в это время мы постоянно находились в каких-то измененных состояниях. Но одновременно с этим все еще в контакте с Землей. Это был такой некий баланс. Постоянное балансирование. Эти записи родились при действительно странных обстоятельствах. Да был конец 20 века. Забавное время, когда люди составляли все эти рейтинги лучших записей. Это начало проявляться повсеместно, потому что люди жили с этим уже на протяжении 4 или 5 лет к тому моменту. Затем стало очевидно, что это объединило множество людей. Музыка, она объединяет. После всего того, что мы сделали в 88-м, 89-м, в 90-м, за весь этот период. Все эти записи, начиная с Isn't Anything, заканчивая Loveless, они определенно дали понять, что гитаре не нужно было звучать как гитара. Я очень хорошо помню странный разговор с одним парнем давным-давно. Он сказал, я хочу быть как Майкл Джексон, а ты хочешь быть как Velvet Underground. Ну да. Мне очень нравилось, что они могли делать все, что захотят. И я всегда хотел группу, у которой была бы такая же свобода. Перевел и озвучил Саша Коксин.